Друзья мои, сегодня 22 февраля 23 года от Рождества Христова Я, не политик Андрей Девятов, прочитаю очередную лекцию Для лектория, музея, конструирования будущего А музей – это храм муза истории, дарующий славу Поймите, проникнитесь этим смыслом, дарующий славу Под названием, лекция будет под названием «Разочарование от успехов» Расскажу вам то, что можно было различить Еще раз подчеркиваю, различить чувство В послании президента Российской Федерации Федеральному собранию 21 февраля 23 года Средства массы информации, эксперты и прочие, значит, умники Они сосредоточат внимание на то, что наш главковерх сказал Я же сосредоточу ваше внимание на том, что он не сказал И что можно было различить чувством, если картинку в телевизоре смотреть, отключив звук Для понимания процессов Я дам ретроспективу посланий предусмотренных Конституции Ельцинской Конституции Относительно ежегодных посланий президента Федеральным собраниям Так это и называлось Если вы посмотрите на заставку, которая предшествовала речи Там написано послание Федеральным собраниям Кто такое Федеральное собрание? Это законодатели По Конституции законодательная власть выше исполнительной Ну так и начиналось все Я вспоминаю послание президента Ельцина Бориса Николаевича Федеральным собранием Которые проходили в 6-м корпусе Кремля Этот 6-й корпус сломали Но тогда при Ельцине, как это выглядело? Это была новая Россия демократического выбора И в 6-м корпусе там был президиум Дальше портер и балкон На балконе сидели приглашенные В портере сидели законодатели Обращение к Федеральному собранию Это обращение главы государства К законодательной власти В портере сидели депутаты Государственной думы И члены Совет Федерации Федеральное собрание Тогда При Ельцине Во времена демократии Никаких сенаторов Рима Не было Были члены Совет Федерации И депутаты государственной думы И они сидели в президиуме А на балконе сидели приглашенные И эти приглашенные были кто? Министр правительства Главы регионов Военачальники В форме С лампасами Они сидели на балконе Плушков сидел на балконе Почему? Он не законодательная власть В президиуме К кому обращался президент По конституции Сидели только законодатели И тут ко мне приходит Такая аллегория Аллегория Это послание Апостола Павла Послание апостола Павла Евреем Это предпоследний Текст Нового Завета А последний текст Нового Завета Это Апокалипс Нау Армагеддон Это И прочее Значит Послание апостола Павла Евреем Там Главный Главный смысл какой? Евреи Закон еще ничего не довел до совершенства. Почему я вспоминаю послание апостола Павла Юрия? Потому что послание президента Российской Федерации законодательному собранию именно об этом. Дорогие друзья, 25 февраля 2023 года в северной столице нашей Родины, в городе Санкт-Петербурге, состоится встреча с полковником советской военной разведки Андреем Девятовым на тему «Великая игра за карточным столом. Шесть мировых проектов». В чем историческая миссия и концептуальность ведущих игроков, принимающих решения и влияющих на изменения профиля мировой политики? Каков расклад сил в современной ситуации в мире? Каким путем пойдет Россия? И в чем скрывается неправда нашего времени? О скрытых символах и развлечениях в деталях. Приходите на встречу, участвуйте онлайн, будет интересно. Подробности внизу в описании ролика. А как выглядели послания дальше? Еще раз говорю, не говоря о словах, о смыслах, которые там, значит, мусолят массовой информации и всякие эксперты. Важным изменением, изменением формы посланий был перенос этих посланий из шестого корпуса, который сломали, в Георгиевский зал Кремлевского дворца. В Георгиевском сале – это сакральное место воинской славы России. Какой России? Ну, той, которая была. И там, в Кремле, в сакральном месте воинской славы, Георгиевский зал, царь обращался к боярам и воинству. Вспомните это. Георгиевский зал, место славы, послание. Сакральность есть, связь власти с миром невидимым, с опорой на великих предков. А дальше какая произошла, какие изменения произошли? Из сакрального места Кремля послания президента Российской Федерации переместились из Георгиевского зала воинской славы куда? В гостинный двор. Что такое гостинный двор? Гостинный двор – это место торговца. Я вспоминаю Пушкинское. Сейчас, если мне не изменит память, значит, сказка-то. Эй, вы гости! Гости от купцы! Господа, где вы, значит, там чего-то странствовали? Куда? За морем добро или худо? И какое в свете чудо! Вот гости, господа – это купцы. А гостинный двор – это обращение к торговцам. В Георгиевском зале – это обращение к боярам и воинству. А в гостинном дворе – это обращение к торговцам. Они там и были, эти все торговцы, если вы видели, выключив звук. Греф, Миллер – это немецкие фамилии там, ну и прочее, значит. А если говорить о рассадке, то при Ельцине, при демократии, он, Ельцин, президент, обращался к законодателям, а в гостинном дворе головка вверх обращается к кому? Кто в первом ряду сидел? В первом ряду сидели неотмеченные в демократической конституции глава Синодальной Церкви, наше святейшество. В первом ряду глава Полицовета Партии Власти Единой России Турчак. Опять неотмеченные в конституции. Сидят члены правительства, министры. Это же не законодательная власть, это не федеральные собрания. Это исполнительная власть. Они сидят в первом ряду. А при Ельцине они сидели на балконе, в шестом корпусе. Долго я всматривался, понимаешь ли, в картинку этого замечательного мероприятия. А независимого депутата Виссермана я там не увидел. Члены правительства были, представители духовенства были, судьи были. А независимые депутаты Виссермана я не замечу. Так или иначе, возвращаемся к самой этой картинке. При Ельцине вопрос был о демократии. И обращение было к законодателям. И тут я вспоминаю вот это обращение, так сказать, апостола Павла и еврея. Закон еще ничего не довел до совершенства. Ну а дальше сакральное место Кремль, Георгийский зал воинской славы. И, значит, гостиный двор, обращение к торговцам. Как был украшен этот гостиный двор? Купечество. Место купечества. Значит, в либеральном, синем, либеральном цвете. С твердой опорой на рынок? Вот. Ну а, значит, все же несколько слов о разочаровании от успехов. Начало речи, а речь была длинной, почти два часа. При этом началась она со специальной войной операции. Вот. А закончилось размышлением о стратегическом поражении, которое никогда не будет. А в замысле врагов оно, так сказать, вот там, значит, присутствует. Так вот, в этой части с самого начала вспоминается заявление на упоительных вечерах на канале «Россия» с официальным пропагандистом Владимиром Соловьевым. На 10-й день специальную военную операцию приглашенный эксперт, представитель государства Израиль, бывший советский гражданин Яков Кедми, заявил, 10 дней прошло. За 10 дней можно было дойти до Львова и обратно. Прошло 10 дней. Харьков не взяли. Одессу не взяли. О чем там в Кремле думают? И что вы думаете на этот счет? Через год, что я услышал в речи почти два часа? О том, что постройка школы – это победа. Введение в эксплуатацию детского сада – это победа. А вот о том, что хорошо осведанный представитель государства Израиль Яков Кедми, Харьков не взяли, Одессу не взяли. Об этом ничего сказано не было. Что же можно было еще увидеть? В первых рядах синодальное православие, наше святейшество с доктриной Москва-Третья Рима. Это философ Дугин, газета «Завтра». Вот они нам рассказывают о Риме. А что это такое Рим? И что вскрыло эта специальная военная операция? А эта специальная военная операция вскрыла пропасть. Пропасть. Зияющую пропасть. Между идентичностью, государственной идентичностью и культурной идентичностью Рима и Орды. Вдруг появилась, понимаешь ли, эта пропасть засияла, и что, и непонятно от чего. То есть недоумение. Об этом не было сказано. Но оно проявилось. Бездушная государственная тирания Рима. В доктрине Москва-Третья Рим. В специальной военной операции оказалось столкновением Рима с окраины. Москва-Третья Рим. С Римом в центре. Чего? В центре европейской идентичности. И это, это чувство, это развлечение не находит объяснений. Я покажу вам пальцем на истоке этого столкновения Рима с Римом. И что из этого будет? И что из этого будет? Когда наш главковерх проводит морские парады в Санкт-Петербурге, трибуна, на которой он стоит, находится аккурат под памятником Петру Первому. И Петр Первый рукой своей показывает на Путина, на трибуне. Это, посмотрите, картинка всякий раз одна и та же. Где-то на берегу пустынных волн стоял он дым великих полн и вдаль глядел, пред ним широко река неслась, там насчут лычом по ней стремился одиноко, по топким, низким топким берегам, чернели избы здесь и там, приют у Бога Чухонца. Это, думаю, в первом классе происходили, там в пятом классе, я не знаю, про советская власть. А цель грозить мы будем шведу, назло надменному соседу. Вот что такое Петр. Петр, а дальше памятник тысячелетию России, 1862 год. Путин в Новгороде в прошлом году проводил какое-то мероприятие, развернул присутствующих аккурат под Петром Первым. Петр Первый там стоит под ангелом славы. Петр Первый – это основатель империи. Империя, так сказать, какая империя, какой династия? Гольштейн, Гаттор, Промановых. Что на этом памятнике есть? Там Первый король Руси, Даниил Галецкий. Даниил Галецкий – это Украина. Есть. Литва там тоже есть, Гедемин и Гедеминовичи. Кто это такие, Гедемин и Гедеминович? Это Литва. Там кто? Ольгерт, Витовт, Давмонд, Кейступ. Есть. А Орды там, на этом памятнике Гольштейн, Гаттор, Промановых нету. Нету Юсуповых, Урусовых, Глинских, мама Ивана Грозного и Глинских, Годуновых нету. Первого царя Московского, царя Казанского, это Казанское ханство, царя Астраханского, это Астраханское ханство Ногайская Орда, царя Сибирского. Ивана Грозного, нету, нету Орды, нету. И вот эта пропасть между Римом и Ордой, она сейчас на этой самой специальной военной операции разверглась. Вы чьи? Мы Запад, с последней буквой латинского алфавита. Зэд, это последняя буква латинского алфавита. А что такое зэд? Дальше, о, ви, зов. Зов чего? Шафара. Не будем туда. Еще раз, послание апостола Павла Еврея. Еврей, закон еще ничего не привел к совершенству. Дальше, собственно говоря, надо сказать о чем? О китайской специфике. Об этом тоже ничего не было сказано. Было много сказано про Америку. И ничего не было сказано про Китай. Выступает у нас блогер под названием Китаевед Вавилов. Пропагандист, агитатор. Агитатор, который рассказывает не то, что есть, а то, что хочется. При этом в двоичной европейской логике. Почему китайцы, понимаешь ли, выиграют, а они в троичности. А у нас анализ двоичный. Вот и никак не можем понять, почему проиграли не в шахматы, а в карты. Но, тем не менее, о чем, собственно говоря, надо бы сказать. Накануне послания законодателям, закон еще ничего не довел до совершенства. Что было видно, так сказать. Американский президент прибыл в Украину, а посланник китайского императора новой эпохи. Ваньи, он занял место Янзичи в политбюро, как ответственный за международные дела. То есть Янзичи ушел по возрасту, а Ваньи поднялся с должности министра иностранных дел на должность ту, которую у нас занимает Ушаков в администрации президента. Кстати, не был замечен в присутствующем в зале. Так вот, Ваньи приехал в Мюнхен, а потом в Москву. И это все называется, китайско-американские отношения, называют соотношениями конструктивного сотрудничества. Вот Байден в Киеве, Ваньи, это ранг-то какой, значит, пониже, пониже, в Мюнхене и в Москве. О чем Байден? О том, что поддержим Украину, и у России победы не будет. А про что Ваньи? Китай не сторона конфликта, но и не отстраняется от конфликта, поэтому предлагает, чего? Мирное урегулирование. А зачем нужно мирное урегулирование Китая? А для того, чтобы Республика Крым, пальцем показывай Республика Крым. Республика Крым! Чья республика? Еврейская Советско-Союзистическая Республика Крым, это то, с чего начинались, понимаешь, дела. Так вот, Республика Крым, как оператор нового шелкового пути. Нового шелкового пути откуда? Из драконов в Тевтон? И там Китай, за что, собственно говоря, выступает? За то, чтобы у них этот новый шелковый путь работал. Для этого оператором и будет Республика Крым. А что, надо бы отметить, чего пропагандист-агитатор, блогер под названием Китаевед Вавилов, ставьте лайки, не сказал. А то, что Ван И, поднявшись из министров в Польтбюро по международным делам, освободил место. А это место занял кто? Занял американист Цинган, посол в США. А русист, первый заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лэ Ю Чен, я с ним три раза обедал, когда он тут был в Москве, советник-посланник. Первый заместитель министра иностранных дел Русист Лэ Ю Чен был снят со всех постов и отправлен в гости Лерадио. За что? За то, что он неправильно оценил, еще раз подчеркиваю, никакого анализа оценил сверху в полноте и целости результаты специальной военной операции. Китайцы увидели ошибку стратегической оценки и сняли Лэ Ю Чена с поста первого заместителя, министра иностранных дел. А министром иностранных дел стал американист. Откройте глаза, что происходит в конструктивном сотрудничестве между Китаем и США. И что происходит в российско-китайских отношениях, которые называются как? А эти отношения называются стратегическое сотрудничество, взаимодействие и партнерство добрых соседей. Еще раз говорю, там с американцами конструктивное сотрудничество, а с Россией взаимодействие добрых соседей, взаимодействие с соседями, добрых соседей и партнерство. Партнерство – это кто? Это бизнес. Вот что мы и имеем на текущий момент. Ну и, значит, чтобы чем закончить надо, а закончить придется следующим. Специальная операция, о которой надо было бы говорить, понимаешь ли, в Георгиевском зале воинской славы. А о ней говорили, понимаешь ли, в гостином дворе, в месте торговцев. Она закончится так, как и предполагается. Она закончится победой на поле боя. На поле боя! Вот где будет результат. А что происходит на поле боя? А на поле боя мы имеем не современную войну, сецентричную, о повторении Второй мировой войны, когда победа, военная победа, находится в руках артиллерии, танков и штурмовой пехоты. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, небо-политика на марше! 3 марта 2023 года ей исполняется 20 лет. Музей конструирования будущего подготовил уникальное предложение. Вы можете стать одним из трех почетных гостей на праздничном обеде в усадьбе Середняково, сакральном месте, вписанном в историю Отечества, где и поныне обитает дух правды. Вы будете желанным гостем и собеседником на встрече с выдающимися людьми, посвятившими себя высокому делу во имя общего блага. Подробности внизу в описании ролика. С искренним уважением и до встречи в Середняково!